Всем привет! Меня зовут Глеб, с вами как всегда сигарет нет и сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Vaporeza под названием BAR. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели есть название компании, название самого девайса, через окошко мы видим опять же подсистему, также есть пиктограмма о четырех плюсах этого девайса, ну а с обратной стороны все как всегда технические характеристики и комплектация. Внутри коробки нас встретит мод, запасной картридж на 1,2 ома, кабель USB Type-C и немного полезной литературы. Корпус мода выполнен из металла и пластика, он небольшой, высоту всего лишь 110 миллиметров, стороны его по 13 миллиметров, то есть это как бы вытянутый квадратик. На моде имеется всего два светодиода, один работает во время затяжки, а второй является индикатором заряда аккумулятора. На корпусе мода также есть название компании и название самого девайса и есть логотип компании. В верхней части устройства расположился картридж. Картридж обладает объемом в 1,2 миллилитра. Сопротивление на испарителе 1,2 ома. Испаритель несъемный. На одной из боковых грани находится отверстие заправки. Также стоит заметить, что в этом устройстве есть регулировка обдува, осуществляется она при помощи поворота картриджа. Внутри этого девайса спрятался довольно большой аккумулятор объемом 350 миллиампер часов. Заряжается он посредством USB Type-C. За это отдельный лайк компании Вапореза. Функционала здесь никакого нет. Напряжение на картридж подается посредством затяжки. Максимальная мощность данного устройства 13 ватт. В заключение я хочу сказать, что это прикольный девайс. Он подойдет всем, начинающим, парильщикам со стажем, полностью всем. Он очень классно передает никотин. В нем действительно есть вкус. В нем круто реализована система обдува. То есть на самом деле он меняется от более-менее свободного до тугого. Также девайс довольно необычно лежит в руке и обладает такой легкостью, но и одновременно приятной тяжестью. Очень сложно описать это ощущение, но лежит в руке очень комфортно и подойдет как девушкам, так и мужчинам. Так что за это также можно поставить плюс. Стоит отметить, что в нем есть USB Type-C, как я говорил раньше. И это очень круто, когда производители переходят на такие современные разъемы. Также я рекомендую заправлять в этот девайс жидкость с отношением глицерина не более 50 процентов. Ну ладно, 60 максимум процентов. И желательно заправлять сюда высоконикотиновую жидкость или жидкость с солевым никотином, поскольку пара здесь мало и накуриваться от тройки вы вряд ли сможете. Спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Глеб и сигарет нет. До встречи на нашем канале.